Я иду в кабак, где гитарист, мой приятель, наиграет мне. Че он мне наиграет? Большой вопрос. Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский. И сегодня у нас очередной выпуск подземелий Chicken Curry. У нас уже получился полноценный лор. Если вы следите за этими выпусками, то вы в курсе, что у нас тут уже Ежи Сармат, Антонио Сапфир, он же Дед Балдеж, Мак Октор. Все переплелось настолько, что пришло время разрубить Гордей Фузел. Поэтому сегодня у нас выпуск с абсолютно новыми участниками. У нас в гостях Папич, у нас в гостях Гоблин, Поднебесный. И все это сплетено в какую-то невероятную историю по типу фильма Субстанция. Я надеюсь, что вам очень понравится, потому что мне было безумно по кайфу. И напоминаю, что делаем все это GTA RP, Подземелье Chicken Curry. Мы на сервере Rainbow, где возможны буквально любые ваши мечты. Вы можете встретить Хованского, Гоблина, Поднебесного, да кого угодно. Все, что нужно, это немножко фантазии. И перейти по ссылочке в описании, воспользовавшись промокодом HOVA, который даст вам двойную экспу, двойную зарплату, 7 дней вип-статуса и самое главное 12,5 тысяч долларов. Впереди нас ждут приключения, которых вы и не видывали. Оригинальные подземелья Chicken Curry сосут. Потому что, например, в оригинальных подземельях Chicken Curry вы никогда не увидите, как Поднебесный и Папич. Впрочем, это уже совсем другая история. Айоу, с вами Большой Русский Босс. Правда, наверное, уже не такой русский, скорее сербский, но все еще Большой и все еще Босс. И мы приветствуем вас на новом выпуске Подземелья Chicken Curry. Сегодня... Здрасте. И сегодня у меня в гостях топ-1 человек по адекватности. Папич, величайший князь Винницы. 7-ку. Олды на месте. Это я, Олд. Да-да, верим, верим, верим. Также человек, который телом находится в следственном изоляторе, но, видимо, нашел возможность поиграть с нами. Где-то достал компьютер. Возможно, он сидит в камере Давидыча. Слышал там и с компьютером, и с интернетом проблем не было. Алексей Поднебесный. Здравствуйте. Всем взрослым девочкам привет. Ну и, конечно же, наш мастодон, наша глыба, можно сказать. Человек, который тестировал Сталин 3000 еще до того, как это стало мейнстримом. Дмитрий Юрьевич Пучков. Камрады, я вас категорически приветствую. Ну и как же забыть про человека, который нам все это удовольствие дарит. Александр Бриганов. То есть это, как его, Дзен Ди. Спасибо, спасибо. Здравствуйте, господа. Я надеюсь, что вы приготовили с собой кипятильники, тапочки резиновые, там, шмотки какие-нибудь там, типа, ну, на сменочку. Потому что следующая игра, скорее всего, у нас будет из... Короче, сбладем. На пустующей, некогда цветущей поляне лежат полусгнившие тела кабольдов и благородного животного, единорога, чья голова была отделена от туловища, запекшись кровь единорога, смешавшись с землей, приобрела едкий ядовитый запах и выглядела, как язва на теле человека. А из этих язв выглядывали розовые грибы в красноватой дымке, которую они выделяли. Выглядел так, будто грибы общались этими спорами, и, разумеется, эти грибы – это вы. Грубо говоря, как крестраж, Юрин, который омыл себя там... Ну, я понимаю, господин ведущий, что фантазия у вас истекла к пятому выпуску, но это разве повод переходить с алкоголя на грибы все-таки, как-то я осуждаю. Так, мы ни на что пока не переходим. В общем-то, смотрите, ваша способность какая есть. Вы можете нанести стопроцентный урон при попадании в желудок или через кровь к гуманоиду или какому-то зверю. В течение часа, в общем, человек будет умирать, ну, или звери некий, вот. В итоге он превратится в грибного зомби. Также у вас есть способность захватить разум или тело любого гуманоида, опять-таки, либо зомби. Ну, то есть, вы как бы можете там, типа, прикоснуться к нему и свое, то есть, как бы, как сказать, видение мира ему передать. Ну, захватить его тело. А мы все грибы, господин ведущий? А вы, да, сейчас пока что все грибы, действительно. Но, единственное, есть проблема. Какие? Розовые. Розовые. Розовые с красными выделениями. Господин ведущий, но ведь зомби не существует в реальной жизни. Да, действительно, но мы играем с вами в фэнтези-игру все-таки. А в чем прикол? В фэнтези-игру. А в чем прикол? Ну, вот красные выделения, это, пожалуй, большой плюс. Я правильно понимаю, господин ведущий, что вы вдохновились легендарной фразой Оксимирона, почему нет игры, где ты типа грибок? Нет, скорее я этим, как его, Курехиным вдохновился, который говорил, что Ленин гриб. Понял, хорошо. Ну, в общем, мы грибы. Но как мы оказались здесь? Потому что я никого из них не знаю. Ну, вы типа, короче, крестража. Ты, по сути, когда омыл себя кровью единорога, ты часть своей души отдал этим грибам. То есть вы, по сути, все части Юры получили подъемный человек. И ты тоже еще являешься частью. И твоя часть пытается найти тебя же. Я так понял, папич – это мой инфантилизм, гоблин – это моя репрессированная коммунистическая сущность, а Алексей, ну, мне не хочется, честно говоря, чтобы он был частью меня. Это чревато. Подождите, еще одна способность. Мышечная память. Вы когда вселяетесь в какого-то, скажем так, человека, гуманоид, или неважно кого, вы часть его памяти приобретаете и часть его умений каких-то определенных. Это тоже важный аспект в нашем будущем приключении. Так что, я думаю, все все запомнили. Вот, еще советую, конечно, вам не первовстречного героя озвучивать, это вот мой основной персонаж, потому что он будет получать опыт, скажем так. Вот, найти кого-то суперхорошего и крутого. Вот, иначе, как бы, у нас будет игра как с Блэк Джекой шлюхами, но Блэк Джека не будет, а останутся только шлюхи, грубо говоря. Ну, из-за сравнения. А минусы? Да, в любом случае, мы, как бы, я просто хочу уточнить перед началом, мы грибы, которые могут ходить и разговаривать, или мы как-то телепатически общаемся и... Просто грибы. Просто грибы. Вообще просто грибы. Да, просто сидеть, ну, вы сейчас общаетесь, грубо говоря. А, еще, конечно, то, что вы при стражнике постоянно разговариваете, что, типа, давай трахнем этого стражника, и только решаете, в рот или в жопу. Вот, это очень странно выглядит на фоне игры, поэтому вы теперь сейчас будете с порами общаться, ну, когда именно между собой разговариваете. Понял, 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 понял. Вот, а то это очень странно выглядит, и мне прям даже стыдно, ну, как гейммастер, грубо говоря. Я должен был сказать вам, ты чё, офигели, что ли, и кидаете кубики, мол, на инициативу, и начинаете драться. А где-то вдалеке вы ощущаете вибрацию, которая становится все сильнее. К вам приближается отряд, состоящий из кого мы сейчас узнаем. Киньте, пожалуйста, кости, начиная слева направо от меня. Получается, Папич, Поднебесный, Юрий Михайлович и Дмитрий Гоблин-Пучков. Зараляйте. 58, но по ощущениям, по ощущениям 99 все. Я бы дал 99. Первый твой персонаж — это гоблин-шаман. Он имеет 12 хп, но так как ты зомби, он режет хп наполовину, у тебя 6 хп, броня 15, а также у тебя есть посох телекинеза. Он поднимает небольшие предметы, около 5 килограмм. Это начальный персонаж твой, не обращай внимания. Ты можешь в другого вселяться, грубо говоря. Так, Александр, поднебесный, поднебесный. У него 43 выпало. Итого это гоблин-солдат. 7 хп, броня 20, луком может махать и также мечом. Бля, дайте я... Такой не спрячется. Все будут гоблинами, кроме гоблина, я правильно понял? Я, Юра, был солдатом, между прочим. А вот теперь и ребятам выпало такая возможность. А чё ты не расскажешь, как в сортире прятался? Я прятаться не собираюсь. Хорошо, тогда а мой персонаж? Юрий Михайлович, у тебя выпало вроде, если не ошибаюсь, что-то там очень тоже мало. 26 у меня выпало. 26. Ты гоблин, тоже солдат. У тебя 7 хп и 20 брони. Можешь махать луком и также этим самым. Стрелочка-то, Юра, повернулась. И мечом. Так, дайте угадать. Дмитрий Юрьевич аж 86 выкинул. Архимаг. Это очень здорово. Вы, Дим Юрьевич, гоблин-разведчик. Железный Феликс, грубо говоря, говорил. У вас чистые руки, холодное сердце и у вас есть способность, навык скрытности. Вы можете всё делать скрытно. Также у вас получается 6 хп и 25 брони. Ну, у вас прекрасно получалось скрытно грант получать на 20 миллионов, Дмитрий Юрьевич. Я восхищаюсь вами. Не прятаться, Юра. Без скрытности в этом деле никак. И получается мы грибы, которые поработили этих гоблинов. Я правильно понимаю? Сейчас, секундочку. Да, да, действительно. Вы чувствуете, как вас по одному выдирают из почвы, нарушая материнские споры и укладывая куда-то рядом друг с другом. Через какое-то время вас нарезают чем-то острым и кидают на сковороду. Акт первый. А-а-а, блядь, как больно, нахуй, ёбаный в рот. Грибы тоже чувствуют боль, веганы, вы убийцы. А-а-а, помогите, блядь, меня нарезают, жарят на сковороде, ёбаный в рот. Как больно, каждая клеточка моего грибного тела чувствует боль, когда меня жуют. А-а-а, какой кошмар. Господин Ильдович, за такое я бы дал бы золотую монету. Я её даю, потому что я могу. Я бы подыграл, но не смотрел ни один выпуск. Я бы оценил на 3 из 10, это сковородку. Ну, а я, как гоблин-разведчик, припоминаю, что, собственно, до этого мы чалились в зелёном яйце. Да, и, то есть, мы грибы зелёного яйца, я прекрасно помню наш дом. А это дорогого стоит, поэтому не стоит, ребята, унывать. То есть, мы что-то вроде грибных братьев. Так точно, грибная братва, сага. Это я вот переводил в правильном переводе. Хорошее название для ролика «Грибная братва». Я считаю, что это круто. Грибной беспредел, я бы даже сказал. Так нас уже съели, я правильно понимаю? Я чувствую контроль, я ощущаю контроль над гоблином. Да, в акте первом сейчас всё начнётся. Никакого контроля. Вы очнулись в мусорной яме в пещере с одним выходом. Похоже, что ваше племя подумало, что вы мертвы, и решило вас похоронить вот таким вот интересным, простым способом. Хотя вы и можете мыслить здраво относительно того, что вы гоблины. Но какая-то неведомая сила зовёт вас в путь. То есть, к Юре, получается, ну, к вашему создателю. Вы точно знаете, что вам нужно найти вашего создателя. Того, кто обагрил кровью единорогу, святую поляну и себя. С какой целью вы пытаетесь его найти, пока непонятно. Может быть, убить, может быть, воскресить. Подождите, то есть, меня не съели вместе с ними или съели? Я с ними, как гоблин, или я в другом месте? Тебя тоже съели. Ну, нет, это часть твоего сознания, то есть, гуляет. Ты-то вообще при смерти валяешь. Настоящее твое тело при смерти. А так ты сейчас гоблин. То есть, твои воспоминания какие-то там, из прошлого, сейчас сыграют то, что сейчас происходит. Господа, господа, я вас категорически приветствую. У меня такое ощущение, что я гоблин. Сделаешь новый перевод? Нет. Кидай деньги на клан Сопрано. Так точно. Я считаю... Первое ваше действие, да, конечно. Первое ваше действие. Что вы будете делать? Оглядываться, смаживаться, может, дальше пойдёте. Там все дела, короче. Ну, очевидно, мы находимся в пещере с одним выходом, поэтому я предлагаю, как бы... Есть у кого какие-то соображения, кроме как идти на выход? Можно оценить пещеру. Так. Осмотр. Алексей? Я бы в пещерку прогулялся. Понял, понял. С одним выходом. Папич, прошу вас, окиньте осмотр. Вы окиньте осмотр. Просто вы же предложили осмотреть. Да, вы осматриваетесь. Хороший день. Ну, слушайте, как настоящий папич. Он очень внимательный, блин. И действительно, ты находишь гнилые яблоки. Две штуки, которые установят себе один или два хп. Всё зависит от твоего броска. Они зелёные? Они гнилые. Но они зелёные. Да, они не сказали. Ну, а папич им множе. Папич только зелёные ест просто, ребят. Это так, забавный факт. В общем, подбирая яблоки по пани, я предлагаю идти на выход, потому что, очевидно, здесь повествование линейное, и в этой пещере делать нам абсолютно нехуй. Если это не зелёные яблоки, я просто ухожу. А ты их не берёшь, получается. Погодите. Так они зелёные или не зелёные, господин ведущий? Красные, красные. Блядь, я их не беру. Это не честно. Мы выходим из пещеры, правильно я говорю, Алексей Дмитрий Юрьевич? Так точно. А может быть, я первую пойду как гоблин-разведчик? Идея отличная. Алексей, а вы у нас какой гоблин? Который умрёт первым. А? Какой? Обыкновенный. Понял. Понял. Хорошо. Мы выходим из пещеры, господин ведущий. Хорошо. Вы вошли в ещё одну в овальную пещеру. В центре этой пещеры находится костёр. От одним огромный чан с каким-то ваньючим варевым. А вокруг чана сидели гоблинши, женщины. По всей пещере то тут, то там были раскиданы плохо сделанные предметы быта. Древые ложки, гнутые вилки, дырявые тарелки. Выход из пещеры освещался солнцем. Так, Дмитрий Юрьевич, по-моему, это петушатня. Тут тарелки дырявые. Мне кажется, на... Вы сейчас только видите это всё, но вы ещё не подошли поближе, чтобы разузнать всё, как что-то происходит. Я считаю, мы должны отправить к гоблинкам нашего лучшего эксперта по женщинам, Алексея, для того, чтобы он предложил им... Я бы попробовал суп. Предложил им, так сказать, поделиться их гоблинской энергией. Хорошо. А мы наблюдаем, и если что, загасим их всех, и выпьем варева. А, смотрите, Алексей, Александр. Это Алексей. 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 Да-да-да. Вы подходите к гоблиншам, а они смотрят на вас выпущенными от испуга глазами. Страх сковал их на месте. Но не повар, а по имени Сральбак, который помешивал чан и периодически кидал козюли из носа в суп. То и действие. Я предложу им свой лук взамен на чан супа для наших гоблинов. Блядь, ты реально... Зачем? Я не понимаю. Просто... Окей. А зачем мне лук? Ну ты бы... Я не знаю. Ну, стрелять. Есть еще меч. Ладно, ладно. Базара нет. Хорошо. Так, кому ты это хочешь предложить? Как ты напишешь свои действия? Повару. А, Стральбак на тебя поворачивается такой, ты типа, что говоришь-то, хоть что-нибудь скажи там как-нибудь. Опиши ситуацию. Повар, повар, дай суп взамен на лук. Хе-хе-хе-хе. Какая... Моя, хотят дать суп, но суп еще не готовый. А грибы вкусные на тебе растут. Мы можем, блядь, накормить их грибами и внедриться в них, так сказать. А я могу, господин ведущий, оценить, есть ли гоблин покруче меня среди присутствующих? Лево. Да, никого нет. Один гоблин, один гоблин. Ну тогда нахуй нам не надо кормить их супом, блядь. Я предлагаю вырезать их. Собственно, шомполом ухо пробить. А их много, господин ведущий? Гоблинш очень много, но не советую вам этого делать, потому что не советую просто и все. Ладно, ну тогда, Алексей, давайте как-то, может, добазаритесь на секс хотя бы для нас, раз уж супа не дали. Мне денег нет. Так супа готов будет через пять минут, ваше ждать. Сральбак вам говорит. А как же любой ценой, но бесплатно? Что ж вы такое, за деньги? Бесплатно можно и за деньги. Понял, понял. Ну, что тогда, подождем, ребят? Суп садом, нормально, на дорожке. Я это варево есть не буду, вот он кидает туда ингредиенты в стороны, я вот не стану есть. Я такой не ем. Ну, с папичем-то все, ладно, мы с Алексеем тогда подождем и покушаем супа. Он просто хотел суп, обычно он хочет секс, но сейчас захотел супа. Подождем пять минуточек. Гоблин-повар протягивает вам две плашки и указывает на выход, что, типа, твоя звать, всех остальных тоже кушать, питаться. Надо до войны, блядь, надо до войны, короче, это, блядь, поесть, чтобы все поели. До специальной гоблинской операции, я вас попрошу, товарищ повар. Хорошо, я выхожу и такой, типа, я-я-я-я, я-я-я-я-я, ну, типа, я так зазываю гоблинов на обед. Ага, то есть, ты выходишь из этой пещеры и идешь на выход, получается. Ну, я, да, я зову, он же попросил меня позвать других гоблинов, вот я такой. Смотри, ты вышел из пещеры гоблинов, вот, первое, что ты заметил, это дырявый полукруглый частокол из нующих раненых гоблинов. Да чё, чё ж тут, блядь, всё дырявое, ты чё из-за педушатника? Поэтому я и не ем эту баланду. Как моя ложка. Там все были достаточно, ну, типа, вооружены, вот, все себя услышали и пошли действительно питаться. Единственное, что один гоблин сказал, что, типа, да, сначала наше поесть, он был со щитом такой, типа, самый здоровенький. Походу это, типа, вожак племени, вот. Поедим и идём на специальные военные гоблинские операции. Подождите, подождите, а вожак племени крутой? Да не то, чтобы сильно крутой, но да, его всё уважают. Я, короче, подхожу к вожаку и говорю, дорогой вожак, предлагаю вам съесть мой палец. Твоя дать свой палец, но я не есть гоблинский мясо. А я не гоблин, я идентифицирую себя как тролль. Тролль? Ну, давай попробуем. Я отдаю ему палец, засовываю в рот, чтобы он откусил и проникся моими грибными спорами. Ага, ага, понятно. В итоге, короче, ну, хорошо, он... Да, а скинь, пожалуйста, ролл на убеждение. Типа, съел он или не съел? Блядь. А, нет, он его выплюнул, к сожалению. Блядь, чё? Твоя невкусный палец, невкусный. Я чё теперь без пальца, блядь, нахуй, просто? Хорошо, что не член. Получается. Погоди, зачем ты ему палец ссынул? Да вы же все покрыты грибами, типа из вас грибы растут. Прям вот грибы, грибы. Блядь, я не знаю, я думал, они как бы... Ну, я не знаю, хуй с ним с пальцем, наверное. Ну, значит, минус хп спееденечку, чё, впишем. Пиздец. 6 хп спееденечку. Ладно, это было тупо, гайз, это было тупо, простите меня. Может, ведущий намекает, что нам грибов суп накрошить надо? Ну, ладно, давайте я покрошу немножко. Я пытаюсь так... А, нет, Дмитрий Юрьевич, покрошите вы, короче, вы же скрытный типа. Покрошите наших грибов суп. Ну, смотри, Юра, я, как, собственно, бывший оперуполномоченный разведчик, аккуратненько, тихонько прокрадываюсь, используя скрытность, и срезаю с пяток немного стружки грибаной в этот чан. Мне кубик кидать? Да, конечно, кидите кубик. На 50 и выше с вашей... Ну, типа, пускай будет 40-40. Не 50-40. 42. Н�, великолепно. Н�, великолепно. Получается, все гоблины отведали этого супа, вот, и сейчас пока что ничего не происходит, но вы будете ждать, типа, час, да, получается? А мы не хотим их убить, я хочу завладеть телом вожака. Так они же наши споры впитают и станут подконтрольные тебе, например, как и в ее общее сознание. Да-да-да-да-да, типа того такое... Хуя себе, у нас теперь армия гоблинов, но это сильно упрощает прохождение, блядь. Да, в том-то и дело, но вы не можете ими управлять, получается. Почему? Как это? Единственная проблема. Ну, типа, вы можете в них вселяться, то есть в одного, и им управлять, но не всеми подряд, а то это какой-то, блядь... А, ну, в вожака надо вселиться. Чурья, чурья, я, короче, вселяю... Ну, ладно, мы ждем, и я вселяюсь в вожака. Он наверняка... Во-первых, у него все пальцы на месте, блядь, очевидно, он уже лучше, чем мой персонаж. Короче... Ну, смотрите, за игру можно только три раза вселяться. Получается, первый раз уже... Попы, а пишите, какие есть топовые гоблины, может, мы выберем гоблинов по вкусу себе, как бы? Ну, опять-таки, я вам еще раз повторюсь, что, скорее всего, потом игра пойдет очень нехорошо, если вы сейчас начнете есть таким образом. Ладно, я потрачу одно, хорошо, вы не тратьте, вы вселитесь в кого-нибудь крутого потом, короче. Я беру себе вожака гоблинов, короче. Я хочу быть вожак гоблинов. А там, есть ли там хоп-гоблины, которые большие и красные, очень жаль. Господин ведущий, господин ведущий, а есть ли там гоблины-гоблинши, которым, знаете, молодые гоблинши? Так. Тоже есть. Я бы вселился. Так, так, ребята. Ну, пускай будет три, хорошо. Ну, а не так, чисто два из десяти. Нет, тогда не подходит. Хорошо, короче, тогда мы ждем, я вселяюсь в вожака гоблинов, типа. Нет, подожди, подожди, сейчас надо описать. То есть, получается, все похавали, все гоблины пожрали так плотненько, вот, собрались на войну. Но дело в том, что буквально через час всех начало жестко тошнить, там, просто блевать, они начали блевать кровью, их вены начали сохнуть, и там начали нарастать грибы. То есть, обескравливание полное произошло, то есть, грибы съедают кровь. Вот. И, как бы, они все встали, так, знаешь, там, типа, в позе, блин, не знаю, сырье. Ну, как зомби, как зомби, как зомби, короче. Да, 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 да. И все, они больше не действуют. Они могут питаться солнышком, сыростью, да, и чем там грибы еще питаются. Ну, да, так что можете сейчас выбрать кого угодно в свое, ну, типа, в середине. Подождите, ваша честь, а если я стану вожаком гоблинов, я смогу повести за собой армию гоблинов, используя свое красноречие, или они все уже перегорели? А они все, они уже просто обычные зомбари, можете просто из них любого выбрать. Хорошо, я беру вожака, и, блядь, мы уходим. Нахрена вся эта история с супом, если мы не смогли собрать армию гоблинов? Хорошо, он был очень живучий достаточно, у него было 10 хп, ну, вообще 20, но так как оно режется напополам, потому что вы грибные зомби, поэтому 10 хп. Ну все, двигаем дальше, блядь, поели супчика, нахуй, блядь. Сейчас, секундочку, тогда на войну вы не идете, я пропускаю этот акт. Да, да, нахуй нам, ха-ха-ха, не, вы уж извините, товарищ, как бы, но из нас, из всех только Дим Юрьевич служил, как бы, поэтому нам, нам это, мы, мы как бы госуслуги не открываем, а товарищ Папич, так вообще, как бы, ну... Я вообще в Дубае. Да, 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 нам, нам, нам никуда идти не надо, вон у Алексея, так сказать, теперь вообще своя война за целостность его анального отверстия. Так, ну что ж, а... О чем справка, Алексей? Потому что я негоден. Да это я понимаю, ну, а я имею в виду, как бы, пистону в тюрьме такую справку не покажешь, как мне кажется. Да, я тоже сначала подумал про справку какого-то анального отверстия. Да, 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 да. Глубоко в лесу вы вышли на тропу, замем указателями, налево и направо. На том, что указывает налево, написано красивыми, изящными буквами. Ебаный в рот, сейчас, секунду. Эльбейра Леймавэль и большими красными буквами Лейхма... Нейль Суальдан. Ну, это я сам написал, поэтому сам и страдаю. Папич, это намове, только вы можете перевести. Подожди, секунду, подожди, секунду. А справа указатель был вырезан золотыми, но более грубыми буквами. Там красовалась кружка с пивом, указатель гласил, Гайдан Ландер Таверн. Вот, а ваши действия, можете там кинуть кубики, там что-то на проверочку, все дела. Папич, Папич, это точно мова, попробуй прочитать. Да, да, я попробую прочитать, я кину. Какой из? Какой из? Блядь, ну если он мову знает, он оба, наверное, прочитает. Не-не-не, на одном, типа, одно написано, на другом другое. Там два разных языка, получается. А, хуеть. А второй там, типа, более эльфийский. Та, что мова. Та, что мова. Понял. Первая, да? Да, получается первая. О, ништяк, хорошо. В общем, там написано. Мирный дом лесных эльфов, поклонись перед входом в лес, иначе застрелим. Полениться. Правая будет читать? Ну, я ваши вот эти вот штуки знаю, блядь, уже достаточно давно. Если где-то написано таверна, там какой-то заплет, блядь. Вы меня просто хотите туда заманить. Поэтому я считаю, Дим Юрьевич, вот вы вот как скажете, поклониться эльфам зафоршмаченным, как бы, для того, чтобы пройти по безопасно по лесу, это как бы вот зашквар или не зашквар? Ну, для дела, я считаю, можно и поклониться, а потом и вырезать эту погонь из леса. Или поспорить. Ну, распространиться. Ну, поспорить, типа, игра слов. Понял, 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 понял. А я могу попробовать прикинуть, используя свой скилл... Ты что делаешь? Морковка. Откуда у тебя, блядь, морковка? У меня есть морковка. Ты гриб, блядь. Грибы не едят морковь. Ладно, он завис, видимо, блядь, со своими мыслями. Я могу кинуть ролл на то, как эльфы относятся к гоблинам в этом мире? Я же примерно понимаю, сознанием гоблина, в которого я вселился, как к нам относятся эльфы. Да, конечно, кидай, буквально 10 тебе хватит, чтобы этого понять. Да, хуёво, тебя застряли нахуй прямо в лесу в этом. Одну секунду, секунду. Да, да, да. Господин идущий, я подхожу к деревьям в этом лесу и пытаюсь оценить их. Нечещественно ли это лес? Нет ли там ловушки? Ты стучишь по дереву, чтобы узнать, нет ли в лесу ловушек, да, получается, правильно? Не магический ли это лес? Реалистичный. Магический ли? Да, да, да. Ну давай киня проверку на понимание в 8 и выше. В 8 и... БЛЯТЬ! Очень похоже. Тебе кажется, что этот лес весь магический, ты не хочешь идти больше никуда, ты типа вообще психоз впал небольшой на самом деле. Твой персонаж, точнее. Я туда не пойду. Но он такой типа, это не накал, это кал! Да, да, да. И он мне так кричит, не надо, дядя. Он реально думает, что это лес магический, короче, что тут фея летает, короче, у него даже галлюцинации начались. Короче, из-за тупого броска папича мы в этот лес не пойдем, потому что его придется тащить, он будет орать, поэтому хуй с ним идем в таверну, я думаю, блять, поебать на этот лес. Так, ну, в таверну, да, все согласны идти в таверну? Алексей, в таверне можно получить секс. Ну, там и пизды можно получить. А почему вы хотите эльфийка? Эльфийки? Я, наоборот, не хочу эльфийка, они старые. Да, 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 я про то и говорю. Нет, нет, там наверняка есть, знаете, дочка тавернщика, там, внучка тавернщика или что-то такое. Я пойду. Отлично, значит, двигаем в таверну. Ну, ништяк, смотрите, вечереет, перед вами открывается широкая поляна с тремя домиками. Те дома, что по бокам с востока и запада завешаны шторами, и из них доносятся периодически храп. Возле домиков находились стоилы слышными. Домик в центре был ярко увешан разного рода вывесками над окнами, и оттуда доносился гул пьяной толпы. Перед заведением стоял колодец, а возле колодца две урны, красная и синяя. Для голосов. Но еще была еще одна вещь, она там стояла подальше. На поляне людей не находилось. Внутренний зов вел вас в таверну. Там находилась цель вашего приключения, ваше действие. Так, я одно превращение уже потратил, но я считаю, что тупо скитаться по миру как гоблины. Поэтому, Дмитрий Юрьевич, нужно провести хитрую эту операцию, короче. Вам нужно вселиться в людей, а я буду типа пленным вожаком гоблинов. И как бы мы, куда бы мы ни шли, вы будете говорить ебать, мы ведем вожака гоблинов, типа пропустите. Как вам плавно? А я могу... Даже я такого не ожидал, честно говоря. Пробраться в этот, куда-нибудь в гардероб и спереть нам накидки, чтобы, собственно, нас скрыть свою личность. А я могу... Селиться в жеребца и катать вас. Смотрите, еще разочек. В центре таверна стоит, а слева и право там домик, в одном кто-то храпит, а в другом ничего нет. Могу одежду насунуть, если хотите. Дешевле выйдет, ребята. Да не, ну, блядь, нас под одеждой различат. Надо, короче... А что будет к нам под одежду лезть? Господа, у меня есть посох телекинеза. Откуда, блядь? Мне так сказал ведущий. Изначально, да, изначально, да. Откуда у тебя, блядь, посох телекинеза? Ну, ладно, хорошо, предположим. Потому что я топ-1 гоблин по адекватности. Так у меня тогда что, если я самый крутой гоблин? Ты самый крутой, ты разведчик, ты можешь беспалево вылазать в дома, там что-то там ковыряться, короче. Ну, ты, типа, очень куча и хитрая. Э, посох все равно звучит лучше. Ну, ладно, блядь. А у Поднебесного что есть? Ничего, так у тебя. Лук, который он пытался обменять на суп, блядь. Ну, давайте вы тогда в таверну, а я попробую пошмонать по домикам. Так не-не-не, давай, короче, ты в таверну и отравишь всех нашими грибами. А мы залезем в дом, где кто-то спит и храпит, он крепко спит. Мы его, вы его будете держать, а я его грибами накормлю. Как вам план? По-моему, надо наоборот, все-таки скрытность, она у меня, а там этот папич кричать будет после психоза. Так наоборот, скрытность нужна в таверне, там куча людей, там сложнее, блядь, отравить, блядь. А я в темноте или на свету тоже могу скрытностью пользоваться? Ну, сейчас вечер получается, ты в темноте находишься, ну, вообще, да, ты как бы можешь попробовать, но это пиздец как бы тяжело, я тебе сразу подтверждаю. В таверну полную людей, пробраться, чтобы что-то провести. Дим Юрьевич, примените смекалочку, а мы пойдем в дом, где храпят, для того, чтобы накормить его владельца грибами, и хотя бы один из нас стал человеком, пойдемте. Так, хорошо, зайдя в западный домик, слева и справа стали рядом кровати. На одной из коек кто-то спал, завернувшись в одеяло с головой, то есть вы даже не видите, кто это. Да похуй, главное это человек. Это девушка? Блядь, девочка нахуй. Давайте, короче, держите его. Девочка не храпит. Вы смотрели эту цельнометаллическую оболочку, как там, короче, чуваки Гомера кучу вот так вот одеялом прижали, а один ему еще вот так вот, типа, зажал рот, чтобы он не кричал, короче, типа, и все били его мылом. Вот то же самое, но только вместо мыла я буду грибами его кормить. Хватайте его, короче, переворачиваем, кормим грибами. Угу, хорошо, то есть, получается, вы вчетвером на это все будете делать, или все-таки Юрий Юрьевич куда-то ушел? Нет, нет, Дмитрий Юрьевич пусть это отравит в таверне грибами. Мы втроем, втроем, мне хватит двух. Ну уж папаня-то с поднебесным. Если они в состоянии справиться поодиночке с 15-летними телками, я думаю, что они вдвоем-то уж как-то удержат человека. Юра, Юра. Юрий Юрьевич, а вы что думаете, вы в таверну все-таки пойдете? Ну, я попробую, раз уж партия дала задание, так сказать. Хорошо, хорошо, тогда, ребятки, в общей сложности киньте, пожалуйста, соточку на удержание его вдвоем. Кто его держит? Сотку надо кинуть. Нам нужно сначала понять, кто это. Поднебесный папич, да это забей, блядь, это глобус иди собирай, блядь, в лейнуаре. О, папаня затащил. Вы, значит, открываете одеяло, а там лежит двор, такой полупьяный, полутрезвый, вообще не понимает, что происходит, вы его удерживаете. Юра, ты пытаешься насыпать ему грибы, получается, в рот. Да не просто пытается, он же удержан, я помогу его насыпать. Да, 20 выше, 20 выше. Ты прямо закроет рот или нет, как получится. Ништяк, насыпал. Действительно. Но вам нам еще нужно будет его держать целый час, получается. Ну мы пока, Дмитрий Юрьевич, занимается своими приключениями, мы его держим. А еще я ему говорю, знаете, этому дворфу, короче, я так понимаю, что он бородатый, да? Угу. Он вообще не сображает. Блядь, нахуй, кому ты пиздишь, какие у тебя 50 тысяч платных подписчиков, блядь, в Телеграме, нахуй, пиздобол, блядь, ёпта. Че ты тут затираешь, блядь? Да, 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 да. Может, мы любим его. Не-не-не, кто-то из вас должен будет им встать, чтобы нам проще было пройти. Час держать тяжело. Ну можешь выебать его пока. А он маленький. Так, Дим Юрьевич, давайте начнем с того, что вы заглядываете в таверну, наверное, да, все-таки там, типа, обозрите ситуацию. Так точно. Приключения гоблина начинаются, блядь, господа. А в таверне туалет, если что, есть? Он за таверной. Я бы вам сказал, Алексей, те вещи, которые вы творили с маленькой девочкой в туалете, они как бы не идут даже вровень с тем, что Дмитрий Юрьевич там просто прятался, чтобы в Чернобыль не ехать, а вы в туалете такого говна натворили. Поэтому я вас в туалет не отпущу. Так это для Дмитрия. Так, что ж, Дим Юрьевич, вы заглядываете в таверну. Внутри, на первый взгляд, ничего обычного. Куча искателей приключений разных рас, мастей и классов. Но приблизивших вы понимаете, что все они очень молодые и неопытные, будто их только что выпустили из тренировочных корпусов. Трактирщик же выглядел как-то... Малолетние дебилы. Типа того. Трактирщик же выглядел как добродушный 50-летний мужичок с пузом. Он как-то с грустью по-отцовски смотрел на будущих героев в таверне, как бы зная, что их жизненный путь будет очень тяжел и тернист. Я правильно понимаю, господин ведущий, что это продюсер Иванов? Вполне возможно. За трактирщиком находилась комната с бочками Эля. Оттуда наносились болезненные стоны. Кажется, эти стоны и были вашей целью. Почему? Ну, потому что... Ну, нас тянет, типа, к грибной массе, к протогрибу, типа, видимо, там меня... Грибный мозг. Пациент ноль. Видимо, меня там, знаете, как этого... Вы смотрели криминальное чтиво, вот как там был этот... Марселлоса Уоллеса, там что-то вот со мной такое происходит. То есть, там кто-то кряхтит. Угу. Ну... А там есть, наверное... Таверна полна людей. Там целая куча людей. Там есть, там по-любому. Не продумал я его, к сожалению. И что у меня с головной... А второй этаж там есть, чтобы я пробрался, так сказать? Ну, тоже его нету. Как это? Это таверна! Там всегда на втором этаже постоял и двор. Тогда я, значит, беру на... Я простоял два рыжие вот здесь вот по бокам, которые там типа... На гвоздике мантию, как я ранее говорил, и окутываюсь, и захожу внутрь один. Внутрь один, в принципе? Как Арагорн. Там все, в принципе, пьяные, поэтому мантию ты пытаешься какую-то найти, да, получается? Ну, так точно, мешковину. Осмотр помещения на 60 и выше. Действительно, хочешь какую-то мантию, да, я бы даже сказал со шляпой, чтобы скрыть свою внешность, вот. Ну, и теперь ты пытаешься пробраться куда конкретно? Пытаешься пробраться мимо пьяной молодежи, мимо этих дебилов, на кухню, соответственно, на стон. А на стоны? Хорошо, тогда тебе нужно будет кинуть 40 и выше, чтобы практически не замечено. Бля, пиздец нахуй, да тут проверка за проверкой. Ну, ничего, габлач тащит, блядь, смотрите, блядь. Это КГБ, ребята. Действительно, ты проходишь мимо всей толпы, они тебя даже не замечают, такой низенький, все думают, может, дворф, может, еще-еще. Ну, еще ко всему же вся молодежь пьяная, вот, неопытная совсем, только из учебок вышла. В комнате с Элем ты видишь кучу бочек, а также постель с каким-то умирающим существом, с голубой кожей. Вроде-то что подземный человек. Так, погодите, господин ведущий, я же исцелился после Олимпиады от голубизны. Нет, ты не сжег гроб Соленина, нужно было гроб Соленина сжечь, был такой квест от дьявола. Погодите, то есть я так и остался голубым? Я тебе больше скажу. Ты, получается, подземный человек, пожиратель душ с голубой кожей, блядь, и в будущем грипп, возможно. Ну, если ты опять... Такого трогать не стоит. Юра, ты что, любишь гачи? Нет, ну гачи я очень люблю, но я не ожидал от вас такого удара, господин ведущий. Так вы все там остались, те, кто там был, в баре до сих пор женщинами дерется, ты о чем? Понял, 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 все хорошо. Но с другой стороны это не так плохо, кто-то вот волосы в голубой цвет красит и считает, что это модно. Действительно. В 40 лет. А что же вам делать? Он при смерти подземный человек, он сейчас вот коньки откинет. Но с другой стороны можно вылечить грибами, и когда Юр до него докоснется, то есть его основная личность до него докоснется, он снова станет подземным человеком. И вот будет карточка его опять обратно. Либо я могу незаметно заразить всю таверну. Так же, да, потому что находишься в элевой. Ну, где бочки с этим находятся? Элевая. В комнате эля. Да. Нужно действовать быстро. Ну, советы, ребята, советы. А, делай все. А, никаких советов, потому что ты где находишься? Блядь. В таком случае я, опять же, сошкребаю грибы и добавляю эти споры в бочки с элем. Уже открытые, я так понимаю, да? Ну, незаметно. Которые пойдут на разлив из кек. Ну, ваше честь, очевидность, что пьют, блядь, эль из уже открытых бочек. А закрытые бочки, а не закрытые. Это же, блядь, очевидно. Да. Я хоть и не топ, топ-10 по адекватности, но... Давай, кинь, пожалуйста, Костя, хватит ли тебе на теле грибов, потому что ты все говоришь с пяток, с пяток, но ты уже второй раз кидаешь грибы, поэтому давай 40 и выше. Хватит ли этих грибов, чтобы отравить всю таверну? Блядь. Черт. К сожалению, ты туда накинул грибов, но этого чуть-чуть не хватает, буквально девяточку. А погодите, у нас есть золотая монета, давайте перебросим. Это у тебя она есть, а гоблин далеко от тебя. А, не, 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 а бриганов делят, 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 делят на всех, блядь. Что, перекидываем? Перекидываем, перекидываем, трави нахуй их. Блядь. О, твою мать. Кажется, ты себе палец срезал с ноги вместо гриба. Но этого все равно хватит, я так понимаю. Нет. Нет. На пальце же есть грибы? Ну, если вы вот сидели, вы знали, что грибок в душе подхватить проще простого, товарищ Папич. Знаете, как нужно его, ебаная мошка летает, нужно ванну и соль, короче, в тазик, типа, напихать, высыпать пачку соли, и грибок так лечится. Вот это вам интересный факт. А надо мыться в тапках. Соль? Это что употребляют мои девушки? Нет. Так. Ну, давай, Дим Юрьевич, вернемся к тебе еще разочек. Может быть, что-нибудь передумаешь, либо переделаешь как-нибудь, как-то по-другому, чтобы это все выглядело. Да нет, дело сделано, собственно, а сделанного не воротишь. Понятно. Ну, хрен с ним. Пока что возвращаемся к вам, получается, господа. В общем, да, действительно, вы... Значит, кто станет этим вот дворфом? Так, давайте. Нужен человек уверенный в себе, адекватный, который выдаст себя за того, кто нас пленил, поэтому я предлагаю Поднебесного. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ладно. Ну, то есть вы и так невысокие, поймите, просто папичу будет тяжелым. Я готов стать биокарликом. Ну, это не будет вашей номерс, я так понимаю, правильно? Кто? Ну, дворф. А кто будет? А кто? Ну, вы сами можете выбрать по истечению игры. Ну, вот сейчас, например, вы хотите отправить всю таверну, и кто-нибудь из таверны... Да у тебя три перевоплощения есть, блядь, нахуй, бери. Я дворф. Хорошо, я тебя понял. Дворф, оставляешь твой персонажа себе как основного, получается, правильно? Да. Нет, у него еще два перевоплощения, не надо тут мозги ебать. А я с дворфа смогу заразить кого-то? Да, конечно, на нем тоже грибы растут. Ну, тогда я двор. Ну, значит, с полным ты покидаешь, он становится просто обыкновенным таким, типа, тельцем непонятным. Вот, и переплощаешь дворфа, и занимаешь его разум с собой. Да, я слушаю. Да, господин ведущий, я вижу в Поднебесном своего конкурента. Скажите, пожалуйста, будучи дворфом, он имеет такие же сексуальные предпочтения или нет? А это я Александру Поднебесному решать, получается. Любой ценой, но бесплатно. У меня больше шансов теперь. Ну да, кстати, у Арсена Маркаряна действительно больше шансов, чем у Поднебесного на секс. Ну, и, короче, тогда, смотрите, мы... У нас есть что-то, чем можно связать меня и папича, но чтобы мы могли развязаться в любой момент. Ну, по сути, получается, там же целую кучу кроватей, можете из простыни сделать какие-нибудь там, типа, веревки или что-нибудь такого. Я предлагаю, пусть дворф нас свяжет и приведет в таверну, как будто мы пленные гоблины. А хотя, на самом деле, нет, я же вожак гоблинов, давайте, может быть, папича останется, типа, на стрёме, блядь, чтобы какой-нибудь этот свой вот невероятный ход провести. Как варианты или, например, всех, типа, взбаламутых... Короче, я сам тебя связываю так, чтобы я мог развязаться, даю вот эту вот веревку под Небе. А давай проверим, сможешь ли ты себя связать? Что за бред-то? Так мы поможем. Мы поможем. Мы можем его связать. Да, я, наверное, связал. Шибари, шибари, господин ведущий, шибари. Не, ну а вдруг ты бы сегодня связал как надо, там, типа, или пропалился бы в один момент. Короче, я обращаюсь к папане и говорю, папаня, займи вот самое адекватное место, которое ты можешь придумать возле таверны, чтобы, если всё пойдёт не по плану, ты как-нибудь, блядь, влетел и, типа, вот, чё-нибудь сделал. Я тебе доверяю. Я начинаю оценивать этот план. Чё? Я начинаю оценивать этот план. В смысле? Ну, на адекватность проверка. Ну, и как ты его оценишь? На 4 из 10. Это всё равно лучше, чем всё, что есть, поэтому, Алексей, ведите меня в таверну. Я веду Юру в таверну. Хорошо, вы заходите в таверну, получается, все люди смотрят на вас и недумённым взглядом на вас смотрят, типа, «А чё тут гоблин делает? Какого чёрта здесь произошло?» Я такой, я такой, а, бля, как он меня поймал! Этот человек явно заслуживает секса, вот он крутой, он поймал меня, я вожак гоблинов, бля, ёбаный в рот, как у нее это получилось какой он мужественный бородатый подписывайтесь на его платный телеграм канал вранье с преимуществом давай а 30 выше 2 1 я думаю 2 2 удача мощь критическая будет сортовой но не так так сойдет тоже все хлопут поднебесного говорят да да девушки говорят мы тебе дадим даже некоторые парни такие смотрят на него ждал чувак да круто круто но так я конечно руки он не понимает отчет зачем вы мне сюда то его притащили он привяжите к лошадям кого хер происходит господа так поднебесный пока не трахаться и такой он он хочет похвастаться чтобы все видели какой он крутой проклятый дворф он слишком хитрый давайте я буду рассказывать вам гоблинский стендап он заставил меня и вы все отвлекитесь на меня пока ну вы поняли да только ты говоришь на гоблинском на речи ну ладно пофиг херсти так ваши действия дальше дим юрьевич спасайте ситуацию но я же на кухне а я могу перебросить еще раз или как не у нас нет золотой монеты вы не можете перебросить но может попробовать еще раз отравить общину или кто-нибудь докинута грибов можно я могу представить кинжал к горлу бармена с другой стороны бармен же в зале они в но он разве не за стойкой ну или в это у него наверно за спиной только зачем у вас такая битва начнется целую кучу молодых героев просто сотня а что же мне тогда делать ребята я могу вынести это синее тело да я беру его подмышки аккуратненько и матюкаясь выношу выволакиваю через заднюю дверь в темноту блять а нахуя мы тогда в таверну пришли отвлекали внимание отвлекали внимание я же там нашумел немного так дим юрьевич киньте пожалуйста но это будет очень странно как человек вытаскивает другого человека из подсобки в больного романа прошу прощения прошу прощения ваша честь вы действительно считаете странным то что мужик тащит другого мужика без сознания из бара но если бы мы были на твиче я бы сказал это нормально а хотя нет из бара но блять он больной типа его он же это самый напился перебрал посинел типа бармен за тобой ухаживал трактирщик точнее за тобой ухаживал чтобы типа не помер тебя нашел полудохлого ну по лору но вы лор так не услышали пофиг забить ну ладно кидай но по моему нет ничего более естественного чем мужик тащащий другого мужика из бара я присмотром ты под присмотром потому что полуумирающий типа того это за тобой ухаживали все это время бара может просто спалить силу силу ху просто ебаную как мы грибами вылечим мы же никому не вредим другой стороны ну тоже пока еще но кидая сколько надо кинуть сколько надо кинуть 40 выше а как у меня после пеликенеза я могу помочь за окно действительно действительно все нормально я вытащил бармен решил короче достать кто-то грибное пойло которое он вам в общем-то но в которой один юрич накидал грибов ты такой типа угостишь ты типа да герой пьянство ну типа этому самому всем остальным типа все всем за бесплатность сегодня а он же я правильно понимаю мы грибные мы не заразим все этими грибами уже нам нет нет там уже все равно тогда я такой а блять дайте мне тоже выпить блять я великий вождь гоблинов меня зовут гортанг вот момент ничего не хочешь сделать например а бля нам кажется пора блять товарищ дворф блять науле может грибов еще накидать или еще чего-нибудь я даже не знаю да не хуй с ними если я превращусь сам себя у меня два посоха мы их просто распиздевшим добьем выживших так что у нас там на этом сам а тогда короче он вытащил эти бочки с этим селем которые отравлены уже под грибами вот половина людей скажем так сильно отравилась а половина осталась нормальными но единственное что вам нужно будет часик подождать где-то потусоваться что-то поделать не 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 хуй с ним зачем если труп вытащили я кричу пытаясь повторять человеческое наречие это мистер сидор блять бармен блять вас травят нахуй метиловая хуйня мистер сидор ну или ладно я говорю это через телепатию спор под небесному чтобы он это прокричал а зачем если это грибной так они уже выпили его и траванулись а ты просто решил поиздеваться над ними не я хочу создать панику чтобы мы могли выбраться и я дотронулся до своего тела и вселился в него а если кто-то на заднюю так можем выбраться они сказали что ты мне нравишься я много кому не нравлюсь но тем не менее хуй ну да про кричит и про мистер сидор блять прикольная же отсылка нет мистер сидор там мистер сидор вы не понимаешь никто не понимаешь такой мистер сидор но все немножко беспокоены о твоей речи вот люди смотрят что что значит мистер сидор что что это такое надо ответить уклончиво мол пошел-ка ты нахуй ну или как и поручик ржевский ну как-нибудь создайте панику в помещении чтобы мы под шумок блять вышли один начинает резко убегать из таверны ему становится очень 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 плохо он куда-то бежит в сторону куда-то короче неважно куда он убегает оттуда он блюет в разные стороны ему становится херово самый слабый организм я кричу него вирус коксаки все опять не поняли что что это за сука такая господин ведущий а вижу этого человека который блюет да ты видишь как он убегает могу ли я оценить оценить его нож да может рассказать свою историю я кажется скоро его найдешь да когда я вижу этого человека мне кажется он младым легионером не так ли да действительно так оно и есть это кощение что он покорил все хейтерские армии когда был в легионе он завел много городов и брал топы по адекватности много совершил и определенный момент вдруг спросил себя чего он добился а чего он чего он добился и мне кажется что он осознал что нужно покинуть легион и наконец-то прийти к приключениям поисках удобной одежды а вы знаете может быть он был ухилян там одну секунду виталий может быть он был ухилян там прекрасно не доказано прекрасных и молодых девушек и конечно же вкусной еды и мне кажется все таки я хочу подойти к нему и может быть предложить ему немножко грибов знаете но я я хочу сказать что эти грибы лечат некоторые недуги например рвоту что вы думаете об этом ты пошел за ним получается догоняешь пытаешься догнать бежишь за ним вот ну тогда вранье 30 выше ты он накормил еще своими грибами да да спасибо большое сейчас полегчает вот он съел твои грибы ему стало еще хуже и он вырубился даже не спустя час а вот вот быстренько потому что блин надо в твоего героя уже вводить в игру в мире за работой вы знаете мне тоже как-то в туалете килфиша угостили грибами ничем хорошим это не закончилось поэтому будьте осторожнее мы это все категорически осуждаем так собственно говоря у поднебесного получилось создать хаос а поднебесный а у вас получилось здесь хаос еще разочекиньте пожалуйста ну давайте 40 и выше чтобы пьяные люди начали немножко борогой но им всего лишь по 18-19 лет поэтому много не надо да действительно люди начали выкидывать кружки кидаться пионы своих бокалов уходить из таверны типа чё это за херня на стравить пытаются что за ул представляете я я просто весь выпуск пытался хлопнуть мошку а в итоге она залетела в вино и утонула это так просто вне рп хоть не в нос так ну что ж а получается что из таверны все выбежали вот тактиши находится в шоке и очень злой на вас и погрешите помол ребята какого хера чего вы тут устроили что вообще сделал какой гоблин все идите валите нахер отсюда чтобы я здесь больше вообще ни разу не видел и гоблин с собой этого я вам я вам блять единичку поставлю на этих google reviews блять хорошо двойку хоть тройку кстати не забудь проголосовать за красных а обязательно мы всегда за красных дмитрий юрьевич особенно но мы сейчас торопимся ведите меня к трупу а веду его к трупу до возле таверны вот его кто-то периодически пинает потому что выходит из таверны пьяные злости пинает твой труп юр ну а ты получается что это что за нехороший человек пинает мой труп вот да так просто мимо пьяные люди случайно а трактирщик таверни 1 а что он один тогда я тихонько пробираюсь обратно через задний вход и вонзаю кинжал ему в шею дим юрьевич я конечно все понимаю задний ход задний ход но там нету заднего хода вы уже пять раз не могла пить дим дим юрьевич лишь бы блять а как я тогда синяка вытащил по вашему через окно но тогда через обычный вход обычный вход возвращаюсь и вонзаю кинжал в шею бармена вы хотите сделать скрытно насколько я понимаю так точно и на скрытый 40 пожалуйста баф скрытности давайте давайте у него 6 хп всего лишь а зачем вы это делайте дмитрий юрьевич потому что я масса действительно вы подошли к нему а теперь киньте кубик на попадание у него брони всего лишь 20 да и теперь урон а получается 1-4 плюс этот самый скрытность но еще 4 сверху он жив кинуть да еще раз да еще раз кидайте так вы нанесли ему 5 урона он при смерти находится куда вы его ударили опишите пожалуйста как это все произошло у него минус 5 хп у него единичка п остается я так полагаю была задействована легендарная финка нквд так точно которая режет даже шпалу и я подошел и как фильме игла говорю разрешите паре курить он значит достает трубку из внутреннего кармана и тут я подпрыгиваю и пыряю ножом его в шею он хрипит вот так вот фильме игла фильме фильме игла не подпрыгивали дим юрьевич не ну я подошел как фильме игла тоже такой в шляпе и парикурить попросил вот этого удара так сказать он не ожидал он начинает смотреть на меня своими угасающими глазами куда-то как будто бы сквозь меня не понимая до последнего что происходит однако кровь которая со свистом вырывается у него из шеи и попадает заливает все вокруг и меня в том числе и вот так вот он на колени сначала упал а потом и на живот и лежит и хлюпает там в лужа я смотрю и наслаждаюсь собственно какой злой земью лично кстати ошибся это был критический урон типовые 6 ему хп сняли раз убили и ошибся потому что неправильно рассчитал там типа 25 несут короче неважно с одного дара вы действительно убили не знаю зачем чувствую что это добро мне окончится по итогу так то верно это закрыто закрыто оттуда просто вышли да там люди типа в панике убежали идите меня к трупу веду к трупу а я могу карманы его осмотреть блядь дим юрьевич вы конечно вы вроде как это то перуполномоченная ведете себя как мелкий мокрушник блядь каждые 25 сетам в одной моей монете чем больше вы наберете там 25 одна монета 52 монета и так дальше вот чёрт ну ладно вы очень сильно старались вы нашли пол монеты я не знаю зачем она сломана может и волшебная монета собственно или хотя бы бабки на колье какую-нибудь ну ладно здорово гоблин замокрушил человека за пол монеты я никогда в нем и не сомневался алексей ведите меня к трупу прожи можешь развязаться и сам точно хорошо я развязываюсь и бегу к трупу своему чтобы воссоединиться я скажи как прошло воссоединение я подбегаю срываю себя вот эту гоблинскую одежду и я вот так вот падаю на труп я вот так вот вижу себя самое идеальное существо с точки зрения сексуальности я начинаю лапзать его лапзаю его грудь его сосочки я я обнимаю его бездыханное тело и в конце вот так вот поднимаю его типа голову вот кладу и наконец-то вот я я мой нарциссизм находит выход я вот такой вот прям языком туда вот забираюсь типа блять ебта глубоко глубоко закрываю глаза глажу его волосы и второй рукой вот так вот его за жопу и слегка знаете вот пальчик пальчик вот так вот составляю типа и вот так воссоединяюсь он же карлик нет он подземный человек это не карлик это другое юр есть проблема что-то у тебя не получается ты это все делаешь но у тебя что-то не получается как будто какой-то что-то ты забыл сделать самое основное вынуть рок единорога из его задницы я вспомнил ну хорошо я я так вот целуюсь целуюсь и попутно знаете вот такой огромный гриб со своего носа вот так вот беру и кладу ему нет не просто кладу ему в рот ну точнее себе в рот я его так жую в такую мелкую кашицу вот так вот его беру за за нос приподнимаю вот так вот открылся рот и вот так вот языком вталкиваю грибы в себя да красивое описание очень красиво мне очень понравилось если даже на следующий бросок дам неважно какой я не знаю преимущество я просто уже штаны снял но ты просто уже закончил разговаривать я стараюсь стараюсь я в детстве порно рассказы читал ладно хорошо так в общем в этих локациях мы все закончили будьте что-нибудь проверять что-нибудь делать я стал собой или нет смысле блять мы закончили действительно действительно ты стал собой все ты перешел свое тело своими способностями но блять ты голый господин ведущий ну типа у тебя нету твоих шмоток твоих пасохов ничего вообще не обоскики спиздили ну может быть спиздили может быть не в таверне еще да я слушаю вас папич господин ведущий я бы хотел ну я так уже понял что я уже в новом теле я бы хотел отобрать посов телекинеза у своего прошлого тела ништяк забирай он твой благодарю вас ну ты воин нафига он тебе нужен ну ладно не суть не важно лишним блять не будет на самом деле как бы да и хотел бы присоединиться к своей как бы команде потому что мы телепатически общаемся и в принципе мы понимаем где кто находится я предполагаю так ну ты идешь к ним получается а вы господа что бы сделать да ну я очевидно попробую при помощи своего интеллекта понять где могут быть мои посохи наверное где-то возле твоей постели ты это понимаешь я даже не буду ну значит возвращаемся в таверну блять где дмитрий юрьевич пирует над убитым трактирщиком и и я иду к телу угу ну там где было тело хорошо а кинь пожалуйста поиск 40 и выше ну и может не за что юра я избавил тебя ух ты вообще все нашел ты все нашел даже еще одну золотую монету нашел поверх того что у тебя 2 было у тебя 3 золотых монет ну то есть 2 которые у тебя вытащил трактирщик ну там вместе с пасахами там своей броней там все дела короче у тебя 3 золотых монеты откуда блять а у меня были золотые монеты в прошлой хуйни у вас там целая хуевая куча золотых монет потому что не знаю какой рейтинг в казино поставил блять они же в казино играли точно я забыл блять нахуй да 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 пошли в попугов мы обязательно обязательно пойдем в попугов папич но не сегодня сегодня нам нужно победить ебаное зло блять я не хочу до конца жизни быть грибным подземным человеком поэтому голубокожий голубокожим я тоже быть не хочу знаете сейчас это экстремизм вообще в россии у нас один голубоволосый сидит так вот его вообще в тюрьму посадили господа нас с вами связала грибная судьба но я призываю вас под свои стяги каждый из вас получит то что хочет дмитрий юрьевич вы получите коммунизм но не тот коммунизм который вот вам не нравится вагинокоммунизм так это это вам алексей вы вы получите вагинокоммунизм и пятнадцатилетних девочек папич ну в принципе то же самое как будто юра когда нас отпустят этих грибов все в порядке все в порядке вы вы тоже получите пятнадцатилетних девочек да и черт с ним дмитрий юрьевич вы получите дементия так так что чудесно идите за мной и в борьбе обретете вы счастье свое сработало бро бро я старался я старался но это на самом деле супер легко потому что можно двум членам пати просто пообещать пятнадцатилетних девочек и они согласятся они и так на многое шли ради этого так ну что ж получается вы идите спасать ваших товарищей я так понимаю всех кроме деда балдежа ну там тоже просто будет ну я я подождите господин ведущий перед тем как идти спасать деда балдежа я хочу посмотреть на деревья есть ли там осина ну предположим давай кинем ролл на сорок не знаю может и есть осина нет к сожалению нет осина а могу и помочь могу и помочь да конечно тоже можешь поискать осину еще ты ты нашел осину но перепутал ее с березой поэтому сказал что типа нет тут нет осина да тогда я поищу а в чем я не прав чего я добился дмитрий юрьевич надежда только на вас а вам три вы же разведчик все таки как никак так точно может я лучше серебряный клинок найду это оборотни блять дмитрий юрьевич да все они тупое говно тупого говна это верю вот и осина нашлась собственно нашли осину целый лес мы бить я делаю из нее кол очевидно я срываю веточку из веточку да 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 такую размером с член у дмитрий юрьевич есть легендарная финка нквд я думаю без проблем может сделать осиновые колья и вот затачиваю а давайте а давайте проверим сможете ли вы заточить колья 25 всего подождите 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 кто будет делать это я считаю что затачивание кольев это то на чем специализируется поднебесный поэтому я потачу ну тогда передал колья поднебесный забрал потачил все таки он сиделец как бы вдруг он сейчас четкие сделает из осины представьте какие колья он сейчас точит своей задницей в СИЗО это пики точеные сколько пик получилось господин ведущий да на всех на всех не буду вас отдушнить совсем уж сильно спасибо Алексей 4 ваша энергия пригодилась в плане точения пик наконец то целыми днями точу мы отправляемся в приключения тот самый храм тот самый храм вы пришли ближе к 11 часов ночи вы пришли к тому самому храму стоп хуйня хуйня в смысле вампиры ночью не спят это полное говно ты нас будете отдыхать будете отдыхать значит да 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 ты нас подписываешь под говно вампиры ночью бодрствуют блять нахуй это все залупа блять ёпта сейчас тогда я дочитаю а потом ты предложишь отдохнуть со своим спутником хорошо хорошо ранее где вы потеряли своих друзей некогда храм свободны сейчас на нем висит ярко-красная вывеска крутящийся в имя ну чтитвист отсылка да мы смотрели от заката до раз папа не хватит так вы отдыхаете получается ну хорошо у меня так просто папе папе с чем причина тряски я я не уверен что мне тут нравится я хотел бы оценить эту локацию я не уверен во первых в реальной жизни не бывает а ты уверен а в сумерках твоих любимых ну тут ты прав тут ты прав я бы записал тебя в топ в топ 30 по адекватности получается вы до утра да там просидели ну типа возле храма ну типа мы я сначала как бы я обратился во-первых к эксперту человеку который умеет скрываться по-настоящему ходя в 14.00 возле школы к Алексею Поднебесному как как нам лучше замаскироваться Алексей а как как вот вы когда вот возле школ ходили там средь бела дня как вы создавали маскировку чтобы вас не заметили ну нужно одеться как студент или школьник или школьница с с голубыми волосами школьница школьница что что еще раз так все ладно дмитрий юрьевич давайте вы нас замаскируете вы разведчик как-никак ну мы значит обмажемся грязью и воткнем в голову еловые ветки все понял ладно мы короче маскируемся пиздец и хуй с ним я я никакие обилки не использовал я остаюсь дозорным я как человек с параноидальной шизофренией типа я вот сижу всю ночь и смотрю в сторону каждого шороха с посохом блять и в один прекрасный момент ты слышишь кучу криков людей которых раздирают на части рык вампиров разных там типа я игнорирую это господин ведущий пусть бедные помогают сами себе блять богатые ничего не должны бедным поэтому я просто сижу и игнорирую как я игнорирую все вокруг себя социальные проблемы экономические проблемы экологические проблемы я просто сижу и дальше ну раздирают и раздирают что бухтеть то угу и в один момент из дверей вот этого храма вылетает целая куча летучих мышей в сторону запада и тому подобное ну не суть короче да это иноагенты эта хуйня да по любому все началось начался день вы пересидели ночь все хорошо все в порядке верхних сухом летят блять верхний ларс верхний ларс блять ну и я полагаю что мы идем вооружившись всем этим я осеняю все крестом я вот хожу и знаете я первым делом вот иду каждую дверь открываю перекрещиваю вот чтобы вот господь на моей стороне в общем вы заходите в храм я так понимаю ну типа да в храме целая куча крови там болевотины разные кишок болтается откусные руки в разных сторонах и куча мертвых тел все как обычно в общем с левой стороны там только поставили такие типа железки вертикальные на которых танцуют танцовщицы справа бар но достаточно все пусто и та самая дверь в которой предвосхищаю вопрос поднебесного и папича сколько лет танцовщицы так там нет их сейчас на данный момент а понял 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 все хорошо а ты вам сколько лет хотя бы ладно одному будет 12 хорошо пускай там случайно ребятишек притащили ну как в этом фильме от заката до рассвета так так там девочка и мальчика 11 лет читаем кубики кто первый так это чё это чур я первый блять я это была шутка что блять через бланзера проиграть будем вы чё так послушай послушай в древние господин ведущий в древние времена как бы маркизы и в принципе короли как бы ну они не смотрели на возраст понимаете так отставить еблю детей хватит всё мы это ладно давайте так но ты же обещал нам да действительно чё хорошо чё не не ну типа ну пусть действительно знаете иногда быть лидером это значит принимать сложные решения поэтому я думаю мы с Дим Юрьевичем справимся и нам всё равно нужен был бы кто-то на первом этаже храма чтобы нас прикрывать поэтому мы оставляем папичей поднебесного с детьми и спускаемся в глубины храма с Дмитрием Юрьевичем если вы не против я не буду к ним возвращаться обратно к папе нет 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 я считаю необходимо вернуться будет к ним так что как они поделят там этих детей и всё но но поймите поймите вам кажется что я делаю что-то плохое но на самом деле я ведь действительно обещал привести их к успеху и славе поэтому славе понял понял папич славе бесконечное лето да славе 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 и славе да слушай как ты думаешь когда я господину майору буду это всё рассказывать он тоже самое скажет ну блять да иногда иногда товарищ гейммастер жизни это череда принятия сложных решений поэтому поднебесный папич остаются держат оборону вы главное по очереди как бы работайте чтобы кто-то один был на стрёме а мы с Дим Юрьевичем спускаемся в бездну так ну ладно вы спускайтесь принтовая лестница все ниже и ниже в самом низу у вас встречает 8 решетчатых дверей ну как и прошлый раз 4 слева 4 справа а также закрытая комната с загадкой впереди откуда доносится медвежий рык ну помните эту загадку ту самую в одной из тюремных камер вы видите знакомого вам чёрта вот а в другой барда льва валерьяновича его были в отключке и сильные исхудавшие на них виднелись сотни следов от укусов также в одной из камер вы увидели ещё одного человека но это просто какой-то ноунейм грубо говоря так первым делом я беру кол и хуяри его в сердце чёрту который Антонио Сапфир но он за решёткой пока что находится да тяжело соглашусь соглашусь но хорошо тогда я пытаюсь испепелить его своим посохом испепелить посохом через дырочку получается через дырочку да давай попробуем 70 и выше у него буквально там пару хп осталось о действительно хорошо испепелил я он горит кричит он даже не кричит потому что он всё он уже и так был убитый по большей части я ещё знаете вот так вот вот тыкаю и говорю где мои 1044 рубля которые ты мне должен он мне проспорил на бурмалде 1044 рубля до сих пор не скинул вот так тыкаю тыкаю через решётку вот так руку просовываю и прям вот ему в сердце этим колом вот насаживаю раз за разом где мои 1044 рубля хорошо он вернулся в ад он вернулся в ад всё я в принципе уже победил а что дальше делать надо головоломку решить Лев Валерьянович ещё тусуется вот он тоже с закрытой дверью получается вот Лев Валерьянович тот самый медведь тот самый медведь как вы помните макоктор получается они исцелятся когда мы убьём главного вампира для убийства главного вампира нужно решить квест я помню кость это кость я беру ёбаную кость а уже всё уже поздно уже поздно можешь забить уже на это а блять то есть как бы нельзя с гайдами проходить да эти квесты конечно ты чё это просто раз надо было решать а можно нам на секунду перенестись наверх и посмотреть что поднебесный с папичем делают ну хорошо что вы делаете господа я рассказываю что я делаю я понимаю что ни Юра ни гейммастер не будут рады этому но я инициирую сражение поднебесным за эту малолетку блять я тоже ох ёб нападаю хорошо кидайте как это вообще выглядело с чего начало и дайте мне найти ручку я нашёл ручку теперь можно давай я являюсь воином серьёзным легионером у меня очень много силы и у меня возможно есть какое-то оружие уточните пожалуйста поднебесный в теле двор сам выбери себе оружие он тоже жёсткий я убираю двуручный меч ох ёбт ну давай а какие доспехи на нём а сам выбери это твой герой а я легионер у меня тоже хорошие доспехи извиняюсь а какие любые любые доспехи себе выбери какие только пожелаешь грубо говоря но не факт что они по твоему уровню подойдут поэтому я тебя с них сниму я говорю у папича какие доспехи так ну папич должен сказать какие у него доспехи просто у меня доспехи легионера римского да или французского римского римского так а поднебесный двор у него наверное я тоже выбираю оружие да значит у меня кортик блять кортик ну хорошо уважаемый геймастер я хочу оценить свой меч насколько он эффективен могу я бросить кубик на это смотри короче получается что у тебя меч двуручный наносит 1-5 урона плюс 2 от силы вот а у поднебесного получается ты у нас двор сильный с кучей хп вот но ты пользуешься блять кортиком получается что у тебя просто будет 1-4 урона умноженное на 2 господин ведущий я уверен что у арсена маркаряна в штанах тоже кортик блять такой блять укороченный я бы даже сказал блять отсюда все его и беды тут ничего удивительного а во что ты одет скажи пожалуйста господин поднебесный я голый я же спал ты голый что ли точник тоже голый ты же спал действительно ну давайте начнем бой как у нас будет происходить какой начал давайте какой нить анимешный типа ты не знаю там что с матерью я смотрю ему в глаза Я же маленький Я подныриваю ему в хуй И бью с головы в хуй Подожди, это инициатива А Гортик тебе зачем, блядь Если ты головой Подожди, давай тогда кинем инициативу Кто будет первый атаковать Киньте, пожалуйста, два ролла Поднебесный и Папич Бля Поднебесный атакует первый Получается, ты бьешь головой в пах Я так понимаю? Так Попадание 40 и выше А как я головой в хуй-то промажу? Я не знаю Вдруг может Папич вернется Но если хуй маленький То промазать-то можно Нормально, я 66 стреляю Если не попал, а сколько урона ты ему нанес? Еще раз кинь, пожалуйста Кость 27, хорошо, два урона ты ему нанес Папич у тебя 8 хп остается Я понимаю, что Я встретился с главными проблемами Но я знаю, за что я сражаюсь Я поворачиваю голову направо Или я не помню, где налево И смотрю на эту девочку У меня встает член И я бью членом по голове Поднебесного Бля, что это за драка? Хорошо, а кидай попадание на 30 К сожалению, твой хер ему по уху прошелся И не ранив его Маловато Так, прошу вас Поднебесный Я хочу ударить еще раз туда же с головы В хуй То есть ты долбишься по нему, получается По херу Ну я понял, ладно Так, попадание, значит Себе нужно 40 выкинуть Не попал Нет, не попал Папич увернулся Открыл твою голову Бля, какое-то гачи началось Бля, ёпта Ребят, вы еще Маленьких девочек Хвачит на всех Одумайтесь Прошу вас, папич Ваши действия Я начинаю Идеистово кувыркаться То есть я использую этот Использую этот ход Чтобы Немного увернулся От его Будущих Ударов Погоди, а как это тебе поможет В битве? Ты просто хочешь скачить Что-ли получается? Ну да Я пытаюсь отскачить от него Чтобы использовать что-то другое Может быть бросить от него что-то Понимаешь Я использую этот ход Чтобы Ретироваться И что-то найти Я просто не понимаю Что типа Что из этого Я тоже не понимаю Господин ведущий Я подхожу Допустим К стойке Барной И вижу бутылки А, это храм, блядь Какая там барная стойка Возможно Я хочу ударить его крестом Чтобы черт из него ушел Чтобы он перестал Не, это бывший храм Сейчас это уже Это все Это оплот Всякого Порно Порнографии Хорошо Тогда я могу бросить Кость Чтобы осмотреть Стену Правильно? Ну ты типа Отскакиваешь от него И пытаешь что-то схватить Давай начнем с того Что ты пытаешь что-то найти Давай Дим Юрьевич С какими людьми Мы себе Ты ничего не нашел Дилетанты Ты ничего не нашел Ваш ход Я Значит Подбегаю к нему И кортиком Режу его голые Бритые Легионерские Ноги Я Кидай попадание Близко Кидай попадание На 40 К сожалению Ты не попадаешь По ним Ты волос Только вот Немножко Счесал Короче Побрил Нет волос Он же Легионер Пиздец Это самая эпичная Битва За все наши ПЧК Даже лучше чем Антонио Сапфир Когда он вампиром Принес голову Их брата Блять Я понимаю Что мои дела Плохи Он уже Нанес мне урон По яйцам Они очень Стали синими И очень болят И Я подумал Что Надо перестать с ним Играть в игры И еще раз взглянул На свою девушку Потенциальную девушку Мой член стал еще сильнее Мертвую потенциальную девушку Что еще раз Мертвую потенциальную девушку Ну Какая разница Если она теплая еще То ничего страшного Подогрей Или сюда Бить его по лбу Еще Еще более Вставшим членом Он уже буквально Как будто бы Мой двуручный меч У него не может Протестую Стоять хуй Потому что Гриб У него Критическая удача Так у него не может Стоять хуй Мы же грибы А на сколько ты его ударил Давай еще раз глянем Еще раз кинь Пожалуйста Кость Ага Ты его Получается Плюс твоя сила Блять Получается Четыре урона Ему нанес Итого У поднебесной Остается Восемь хп Вы наравне Абсолютно наравне Теперь ты мне опиши Как ты его критически Прям знаешь У тебя такой хер Вставший Вставший он как кинжал Вообще Ты его Чуть не в глаз Его воткнул Получается Мой хер До этого Просто был встал Знаете Как обычного мужика Типа Ну какая разница Какой размер Просто главное Как ты можешь вправлять Ну просто потом Потом я взглянул Вдруг повернул голову направо Мы видели твою сардельку Вдруг вдохновился Эти Вдруг Как будто поток крови Ударил просто Безумно ударил Мой член Он Он Все Понимаете Это как шарик Который клоун А куда ты попал Ты хотя бы расскажи Я просто взял Я просто взял Как будто бы Дручную вещь Я уже буквально Его перевел В другую руку Чтобы просто Засунуть его снова В ножны Я взял двумя руками Свой член И резко Очень резко Справа на левый Удариваю Скорее это Не форхед Не оп А по щекам Так чтобы Блять Ребят у нас там Финальный босс Внизу С Дмитрием Юрьевичем Но ладно Я понял Вам веселее Хорошо Чтобы не просто Он почувствовал урон Чтобы он почувствовал Унижение От этого удара Ты ему выбил Пару передних зубов Хорошо Ладно Согласен Таким уроном На 4 единицы Согласен Да Поднебесный Прошу вас Я же голый Да Уже вспотел От битвы На тренированным Задом Прыгаю На член Папича И пытаюсь Его сломать Своей жопой А Урон со скрипностью Я так понял Кортик И двуручный меч Вам по приколу Как бы просто Были нужны Вам не этого Хотелось Ну ладно Окей Да-да-да Только не вырезай Это пожалуйста Попадание Нет-нет-нет Это я точно Я скорее всего Остальное Вырежу И оставлю Только вот это Вот блять Давай попробую Попасть ему На член Именно с жопой Ты такой Типа разбежался И два сальто Сделал И не попал Да На хер Ты куда-то В другую сторону Улетел Вписался в стулья Хорошо Хорошо что Они перевернутыми Были Так Я сейчас Хожу Да Да Так Собственно Он пытался Прыгнуть на мой член И я понял Что Это мой шанс Я резко Меняю Положение рук На свой двуручный меч И бью его Двуручным мечом Потому что В задницу Еще раз Пока он Задницу Бьешь Я не понимаю Да Прям в жопу Пытаюсь стыкнуть Прям знаете Типа Колким уроном Таким Ага Понял Ну давай тогда Кидай попадание на 40 Ой на 30 К сожалению Ты не попал Клоуната Блять Ёбаная Хорошо Теперь я Ну я Беспрекрас Я беру свой кор Ты встаешь Из стульев Из этих Со всех Там не ранены Ничего Все в порядке С пару Выдмены Зубами И Дим Юрьевич Какой ты гомотрон Блять Я беру свой И срезаю Синий фил Член своим Кортик Пытаешься Кортиком его ранить 40 пожалуйста 40 Может мы как-то Помешаем Нет 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 Уже не попал Так чисто По кромке кожи Попал ему Слегка Да блять Обрезание Сделал Да Я повторно Я повторно Пытаюсь ударить Вам Мечом Давай Куда Зачем Почему Давай Кидай кости По члену Это какой-то пекин А не драка Ребята И опять ты не попал 30 Не везет вам Ребята Я Они не хотят драться Это просто Гатч Я как в игре Престолов Кортик Вот так Роняю Второй рукой Подхватываю А как с этой Ария Когда она Типа Вот И втыкаю ему В мошонку Да Два действия Можно даже Сделать Блять Ты тоже не попал Это как преимущество Я считаю Ну Чё Ну если Да я не смотрел Грух престолов Я Ну вот поэтому И не поняли Я считаю Это с преимуществом Атака Ну хорошо Давай с преимуществом Давай еще разочек Костя Сколько 40 выше Попал А теперь Урон Пожалуйста Два раза Кинь Костя Пиздец Это получается Сколько Это получается 3,6 Плюс 2,2 Бля Папич По-моему Ты в ёп Нынче В этом бою Да Минус 2 хп У тебя Ты лишишь В окровавленной И с отрубленной Мошонкой Получается А чего я добился А чего я добился Ну Отрубленной Добился Секса Любой ценой Это мой ход Правильно понимаю Это мой ход Нет Ты проиграл А Я умер Окей Нет Ты умираешь Да У тебя яйца Отрезаны Ну Бывает Я Я не буду Слушать Чем Алексей Занимается Будучи победителем С мертвыми Детьми Давайте Спускаемся В подземелье И уже Надо это Все Разрешите Финальную речь Финальную речь Перед подниместным Пожалуйста Хорошо Хорошо Алексей Алексей Мы долго Сражались Я признаю Ты молодец У нас Одни интересы Но Давай Объединився Пожалуйста Вместе Мы сможем Достить Большего Ты Ты адекватный Я топ Один По адекватности Пожалуйста Алексей Можно я Дать тебе Финальную речь Конечно Папич Не важно Какая у тебя Дрына Главное Как ты управляешь Своим Кортиком Я отказываю Ну Топ 10 Аниме Предательств Блять Топ 10 Аниме Я агрессивно Кричу Вверх Но при этом Я так понял Ты кинул Пару грибов Кому-то В рот Чтобы Короче В следующих Играх Тоже Поучаствовать Так Все Забить Своими Грибами Блять Спускайте Спускаемся Внутрь Только я И гоблин Остановят Мировое Блять Зло Вот вы Находитесь Вот в этих Возле камера Впереди Впереди Вас ждет Этот Поднебесный Он пойдет Нам помогать Нет я занят Понял Ага У меня Трофей Обмен энергии Там происходит Ладно Мы остались Сдвоем Дмитрий Юрьевич Блять Только я и вы Как всегда Нахуй Как в старые Дубры И мы спускаемся Прямо в Храм Сатаны Вот В комнате С загадкой Вы видите Огромного Злобного И исхудавшего Вампира Медведя Блять Опять что ли Блять Головоломка Нахуй Ты че рофлишь Блять Да это не головоломка И связка ключей На шее Связка ключей Чтобы освободить Пленников Медведь сидит На длинной цепи Которая достает До самой двери Ведущей к вам Завидев вас Медведь Зачем-то показывает Вам средний палец Факт Ну вы помните Да отсылочку Факт показывал Мы помним Вы понимаете Что у него Вампирское бешенство От недоедания Он готов сожрать Все что может быть Съето Можно ему принести Остатки Остонного сапфира Жареные Да Только они К двери А ключ Находится На шее Медведя Блять А дверь Захлопнулась Типа сзади Да Не Дверь не захлопнулась Все открыто Ну так и что Блять Иду и несу И кормлю Вот так вот Знаете Как вот Такую Прям Собачку Так уйти Нет Нет Погоди Погоди Так Дверь к Антониу Сапфира Вот эти вот С самой решеткой Надо посох телекинеза Использовать Видимо Блять Так он у Поднебесного Или у кого Он у Папича был А Папича убили Блять Ну давай-ка я сбегаю Может быть Принесу Нет Ты увидишь Там такие вещи Которые Дмитрий Юрьевич Ты не захочешь увидеть Там Поднебесная Стала развлекаться С детьми Я думаю Что Такое уже Из памяти Не вычеркнуть Хорошо я пытаюсь Достучаться до Макоктора И говорю Мак Это же я И факт тебе показывает Спокойно Спокойно Все хорошо Я знаешь как Иду ва-банк Типа И как этот Блять Хуй Из умницы Уилла Хантинга Этот Блять Я Открываю Блять Дверь к медведю И вот так вот Его обнимаю И говорю It's not your fault It's not your fault Ты уверен Да 70 и выше Да ты охуел Что ли Блять Я тут Отсылку к умнице Уилле Хантингу Блять Хорошо Тогда с преимуществом 70 и выше Надо делать Так Переброс У нас золотые монеты есть Переброс Переброс Скажи сколько Тоже с этим С преимуществом Скажи тоже Будет с преимуществом 70 и выше Блять Растем Да что же Мне не везет Сколько еще Осталось монет Еще две Блять Переброс Блять Тебя получилось Мак действительно Тебя узнает Через свои Вампирские Глаза Короче Пелена Спадает Он тебя узнает И говорит По-маковски Че он там говорит Я тебя люблю Отдай ключи Отдай ключи Я забираю ключи Ты хочешь забрать ключи Да у него Хорошо Ты забрал у него ключи Спаси меня Я хочу жить Я всех спасу А че надо делать Нахуя я забирал ключи От клеток Блять Нахуя Спасать Льва Валерьевич Спасать А еще Короче Смотри Да это понятно Блять Но как Как главного вампира То уебать Не будет тут Главного вампира Это вот Главный вампир Это маг был Который должен был У вас ебнуть Но ты его блять Убедил Тремя монетами Что типа Давайте успокоим А разве их не Соленин покусал Их Соленин покусал Да все верно А че теперь делать Блять Соленина тут нет что ли Как он же улетел На мышь А ты видишь здесь Ежа Сармата Нашего Господина Соленина И че теперь мне делать Просто открыть Все клетки А еще маг Спасти каким-то образом А чтоб маг спасти Нужно постараться Нужно сначала Короче смотри какая фишка Получается с вампирами У них не должно быть крови Потому что их кровь Убивает ваши Грибные неспоры Охуеть Дмитрий Юрьевич Я не знаю что делать У вас есть идеи? Обескровить А потом заразить Вот в чем фишка И мы будем грибами Все будем грибами Мы все будем грибами Рады и поздно Попомните блять Мое слово Мы все будем грибами Ну значит надо ему вскрыть Так сказать Пустить кровь Я отрываю от себя гриб И даю макоктеру И говорю Бля братан Я понимаю что мы не в туалете Килфиша Но съешь Оформив кит Он действительно ест этот гриб Но он начинает болевать от него Потому что вампирская кровь Не воспринимает эти грибы Она выталкивает Его нужно без грибов Значит я подскакиваю Резким движением руки Вспарываю ему Руку Предплечье так называемое Чтобы спустить Где артерии Да где артерии побольше И вскрываю ему значит Чтобы кровь сцеживалась На камень Так как в принципе Он не сопротивлялся особо Потому что Юра его уже Как бы типа убедил В том что Жла не желает А я так знаете Я сажусь рядом И глажу его Типа Все будет хорошо И кормлю грибом Да Дим Юрьевич Вы попали И кормите грибом Через час он превратится В вашего друга Но осталось только льва Валерьяныча Блядь Ёпта убедить То же самое абсолютно Надо будет сделать Потому что он тоже Полуванкер Ну короче Чтобы не тратить монеты Я считаю Как бы это Давайте его продырявим Просто через Решетку Я беру как бы Блядь Ёпта посох И вот так вот Ну пытаясь проткнуть его Чтобы он кровью истек Ну давай Попробуй Сорка выше Пикай ты чё дай Только не больше 80 Блядь Тыкаешь палкой Тыкаешь палкой его Никак не можешь его Стирануть Дим Юрьевич Попробуйте вы Дай-ка палку Беру палку У Юры Это значит Точёно Я тыкаю Льва Валерьяныча Как Обезьянку В углу Клетки А вы этим промышляли Дим Юрьевич Вот так вот Да Получилось У Дим Юрьевича Получается убивать Всех вообще Просто с первого раза Так это Школа КГБ И получается Что всё Лев Валерьяныч Стекает кровью Да Я тоже подхожу И говорю Насыться грибом моим Угу Всё верно Ништяк здорово Ну что господа Поздравляю У вас теперь есть Два тела Погодите 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 Я хочу вернуться На прошлый этаж Что там делает Алексей Поднебесный Так Ну вы Не подождите Перед концовкой Тела забрали Мне нужно знать Просто вы тела забрали Тела мы всё забрали Всё мы прошли Но я хочу узнать Что делает Алексей Поднебесный Этажом выше Мне вслух сказать Да Я плачу Ха-ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Ну ладно Всё Я всё что хотел услышал Господин ведущий Можете продолжать Голый плачет Знаете почему он плачет Потому что на самом деле Ей было Двадцать пять лет Это были не дети Я просто так и знал Так 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 он и рассказал Ментам потом Ха-ха-ха-ха Я же говорил Что ей двадцать Ну что господин ведущий Мы победили Наконец-то Это блять Нахуй Или блять Мы опять проебали Как во всех предыдущих партиях Вы сейчас спасли Как минимум своих друзей Но куда вы пойдёте Откуда мне начинать Следующее приключение Как вы думаете Куда вы пойдёте Или здесь останетесь Я вам отвечу так Я иду в кабак Где гитарист Мой приятель наиграет мне И гитара вновь заговорит Закричит Заплачет В тишине А я иду в кабак Ништяк Здорово Ну что господа На этом приключение закончено Мы чё Два часа всего посидели Поблагодарим Поблагодарим всех участников В первую очередь В первую очередь Нашего дорогого гейммастера Дзен Ди Который лежит Под столом Спасибо Спасибо Чтобы его не было Было в кадрах Спасибо Спасибо Дальше Самый левый Но не левее Алексея Шевцова Виталий Цаль Папич Человек Который Ссылка будет в описании Нихуя он блять Это вытворяет Алексей Поднебесный Он же Вестмак Который уже забыл Как кривляться За Поднебесного И вспомнил По-быстрому Справа от меня Дмитрий Юрьевич Гоблин Человек Заслуженный И залуженный И конечно же Я Юрий Хованский Всем спасибо Подписывайтесь На мой канал Люблю Целую Обнимаю Чао Который Вестмак Продолжение следует... Продолжение следует...